Вот здесь прошли мои самые 10 лет, которые я вспоминаю с ужасом. То есть меня здесь били, унижали. С интернатом, где провел все детство, Александр Смольников сейчас разбирается в суде. Мужчина уверен, что в заведении для умственно отсталых оказался по ошибке. Ему из года в год ставили неправильный диагноз. Лишь спустя 10 лет вердикта провергла комиссия при военкомате. Теперь Александр требует 10 миллионов рублей от медиков и опекунов. За отсутствие качественного образования, неверное лечение и унижение. Я лишен полностью образования. То есть я не могу нормально трудоустроиться в какую-то либо, даже высокооплачиваемую организацию. Мне применялось физическое насилие. Выливали на меня кисель, ну всякие там жидкости. То есть выставляли меня голышом на улицу. Юрист Денис Резниченко уверен, перевод Александра в психоневрологический интернат в 2001 году прошел с нарушениями, как и дальнейшие процедуры подтверждения диагноза, во время которых Александра лечили транквилизаторами. Александр с 2001 года по 2006 год не проходил каких-либо клинических обследований в психоневрологической больнице. Впервые в 2006 году он был направлен только после пяти лет пребывания в интернате для умственного сталых психоневрологический диспансер в больницу города Шлябинска, где, со слов Александра, под действием лекарств, в частности аминозин, феназепам, ему ставили первый диагноз. Чтобы выяснить уровень нынешних умственных способностей Александра, мы предложили ему пройти консультацию у независимого эксперта. Психотерапевт Владимир Николин прокомментировал результаты теста Векслера, определяющего уровень интеллекта. Если по всем, по МКБ-10 нормой является Векслер с назначениями выше 70, это уже не умственная отсталость. Если у человека 112, как мы можем говорить о том, что это умственная отсталость. Специалисты, в свое время признавшие Александра слабоумным, сейчас виновными себя не считают. Для полноценного анализа, говорят, необходимы данные о поведении ребенка дома. Но о детях из интерната собирать такую информацию часто некому. В итоге за умственную отсталость можно принять нехватку образования или психологические травмы. Когда речь идет о ребенке, который в силу обстоятельств имеет законным представителем, работник государственного учреждения, конечно, такая информация может быть предоставлена в том числе и однобоко. Можем не очень грамотно дифференцировать нарушения действительно интеллектуальной деятельности. Сотрудники интерната с Александром и журналистами вообще отказываются разговаривать. Здравствуйте, товарищи мои, я вахтер. Почему вы, пока я там была в зале, почему вы сюда прошли? Так, сначала выйдите из помещения. Как происходит, что он лежал с ошибочным диагнозом слабоумия? Я не в курсе. Скоро Александру предстоит очередная встреча с сотрудниками интерната и медиками в зале суда. Там он надеется получить ответ, кто же виноват в том, что он провел в интернате для умственных отсталых 10 лет своей жизни. Мария Михоношина и Александра Филиппова для Настоящего Времени.